В борьбе за чемпионство в премьер-лиге «Спарта НК» уступила место в полуфинале одной из сильнейших команд первенства – Курскому «Динамо». Для клубов, не прошедших в четвертьфинальную стадию, предусмотрен турнир за пятое место, в котором каждый коллектив проводит за месяц по 10 игр. Видновские баскетболистки начали свой путь с домашнего матча против новосибирского «Динамо». Несмотря на то, что видновская «Спарта НК» выпала с чемпионской гонки, ее пришло поддержать достаточно много болельщиков. Еще на разминке была заметна повышенная активность баскетболисток видновского клуба. Явно готовили неприятный сюрприз для соперника. В первой четверти высокий темп хозяек площадки обратился почти в трехкратный перевес в счете. Даже не самые ярые болельщики баскетбола отметили действия игроков «Спарта НК». Во втором отрезке встречи гости игру выровняли, но догнать наших баскетболисток по счету было весьма непросто. Однако даже опытные фанаты баскетбола опасались, что после фееричной первой четверти и такой равной второй, матч может развиться по любому сценарию. Команда хорошая у них тоже, так что у них сильные игроки и нам приходится нелегко. Мы им здесь проиграли недавно, так что я считаю, что сегодня хороший баскетбол с нашей стороны и я надеюсь, что у нас будет все хорошо. Генеральный директор «Спарта НК» Анна Архипова фон Калманович всегда находится рядом с командой. Ее с игроками во время матча разделяет лишь бортик игровой площадки, но и он не помеха для ценных подсказок своим баскетболисткам. После первой половины встречи она рассказала, чего стоит ждать от видновской команды в третьей и четвертой четвертях. Я надеюсь, что темп мы сохраним высокий, потому что у нас уже заиграны, наверное, 10 игроков. Сергей Николаевич, главный тренер, поддерживает таким образом высокий темп игровой. Я надеюсь, что такой же концепции будем придерживаться. Так оно и получилось. «Спарта НК» во второй половине игры лишь упрочила преимущество в счете, выиграв обе заключительные четверти. Итоговый счет 79-53 в пользу видновского коллектива. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видне ТВ.